Ну, разные фазы квестов, поэтому они в разных местах. Все, я нашел. Искарские клыкары при 14 уровне известности дают 5 очков знаний для снятия шкур, а при 24 дают целых 10. Если вы варили суп или у вас есть баджики на репутацию, то можно все это реализовать. Угу, так, знания подлутаны. Хорошо. Ну все, я все баджи юзнул. Почти 15. После полученных знаний от Искарских клыкаров, лечу в переправу уречной развилки. Там беру квесты на драконе осколки знаний. Каждый драконий осколок знаний при выменивании дает 50 рвения мастера. Она потребуется нам в будущем. Беру и выполняю быстрые разговорные задания у Мигеля и Томаса, а также беру новые. После этого нас отправят посетить любимое место, а также пещеру Кхадим. Там же делаем квест и получаем еще драконий осколки знаний. Убив элитного мопца, возвращаемся в пещеру и вымениваем накопившиеся драконий осколки знаний на, например, знания для снятия шкур. По факту нам важно отсюда рвение получить. Знания мы получаем всего лишь по единице, и это мало. Но если вы боитесь, что вам вдруг знаний не хватит для снятия шкур, то, конечно, выменивайте лучше все для снятия шкур. Далее нам предстоит самая веселая часть этого пути. Требуется убить хотя бы 24 мобов с целью того, чтобы их обшкурить. Нам нужно поднять навык нашей профессии до 25 с целью открытия веток знаний. Они не откроются нам, пока у нас профессии не будет, хотя бы 25. Там мы должны будем выбрать третью ветку. Суммарно нам потребуется 50 знаний. После того, как мы убили достаточное количество про-драконов в этой точке, эта точка мне очень нравится, тут хороший спаун про-драконов, летим по бережочку в берегах пробуждения. Там находится моб, который просто так даст нам 10 знаний для нашего снятия шкур, для нашей профессии. И помимо 10 знаний мы еще получим 50 рвения, которое для нас является ценным ресурсом. И теперь мы тратим накопленное рвение мастера. Надеюсь, на вашем основном персонаже давно уже прокачан консорциум на максимальную репутацию. Иначе просто вам будут недоступны эти учебники. Покупаем нужное количество учебников за рвение мастера. И если нам, например, не хватило рвения мастера, или мы не хотим тратить 200 на один учебник, мы летим в пещеру Заралек, и там покупаем еще один учебник. Он очень дешевый, всего лишь 300 припасов. Припасов очень много на текущий момент времени. И в городе мы получаем за каждый купленный учебник по 15 знаний, а в Заралек всего лишь 10. Но в целом этого хватает. Получив 50 знаний и распределив их в третью ветку, центральный кружочек 10, а в левый 40, мы летим к Лавовому озеру. Там будут игроки, кто-то будет призывать эту кобру. Без разницы, вы призовете или другой игрок. Вы всегда будете иметь шанс на пролудку этой кожицы. Раз в день одним персонажем можно реализовывать попытку на пролудку этой кожи. Ее текущая цена 40 тысяч голды. Ночью она стоила 60 тысяч голды. Причина повышения цены – легендарный топор. Три кожицы требуются для его создания. Смотри, да, люди сколько прилетает. Трое, четверо пытаются. Есть. Еще одна кожица. По кайфу. Ну, другая на разбойнике, на другом реалме. Видишь, да, опять же, ну, нет, абсолютно. Даже обычного ножа нет. На роге он был. Спеки, вот, 10-40. Все, то есть... Ну, смотри, вчера с двух скиннеров выпала одна кожица. Сегодня с четырех. Тоже одна. То есть, ну, неплохо. Второго. Да, да. С кофейной кружки. Вот этой вот. Ну, вы же никогда не узнаете, что у нее, кстати. Она, ну, не прозрачная, не стеклянная. Да, она должна быть прокачана. Потому что... Читаем. При снятии шкур с таких существ можно получить наилучшие награды. Продолжение следует...